Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я буду декорировать пластиковое ведерко в виде совы. Возьму старые джинсы и отрежу нужный мне кусок с запасом. Некоторые места толстоватые получаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Делю расстояние пополам и делаю надрезы. Полимерным клеем подклеиваю низ. А теперь мне нужно будет немножко размахрить край. Для работы лучше брать, чтобы джинсы были не стретчевые. Потому что вот эти нитки очень сложно размахрить. Сейчас я подготовлю глазки. Краска акриловая. Отрезаю сантиметров 6-7. И одну из сторон махрю. Это будут у нас реснички или брови. Размахрила еще здесь, где лапки будут. Глазки просохли. Я сейчас приклею на полимерный клей. Отрезаю я вот эту кожаную накладку логотип. Фирменный. И из нее буду делать лапки и клюв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Самое сложное в этой работе оказалось работой вот этой нитечки. И остается хвостик. Продолжение следует. Делаем бантик из шпагата. При желании можно еще раз кушать. Друзья, куда можно использовать такое ведерко? Ну, конечно же, это может быть подставка для различных инструментов. Кисточки, ручки, карандаши. Тем более, сова это символ мудрости и знаний. А также можно использовать и как кашпот для цветочного горшка. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.